Итак, что такое группа? И все время помните, что пока вы знаете только целые числа. Значит, целые числа образуют группу по следующим причинам. А потом мы абстрагируемся уже от целых чисел. Итак, целые числа – это некоторое множество, внутри которого позволительно осуществлять сложение любых чисел друг с другом. Сложение обладает несколькими свойствами. Во-первых, А плюс Б всегда равно Б плюс А, но, как ни странно, в определение в группы это требование не входит, и группы, в которых это требование выполняется, носят специальное название коммутативные или абелевые. Пока не нужно запоминать эти слова. То, что А плюс Б равно Б плюс А, это просто вопрос о том, что мы можем перевернуть. То есть мы взяли какой-то отрезок, к нему приставили вот такой вектор, либо теперь наоборот, вот такой взяли отрезок и приставили вот такой коротенький вектор. Возьмите, переверните вот так, и будет ясно, что суммарно вот эти два отрезка одинаковые. И это означает, что А плюс Б равно Б плюс А. Следующее свойство уже входит как требование к любой группе, что если я выполнил эту операцию, наша операция это сложение, но в произвольно-абстрактной группе будет просто какая-то абстрактная операция. Значит, вот если я к результату суммы А плюс Б прибавил число С, то это то же самое, как если я вначале вычислил результат вот этой вот суммы, Б плюс С, и к нему прибавил А. И это тоже выполняется для любых А, Б и С, что визуально очевидно, наглядно очевидно для целых чисел. Ну и что и послужило, так сказать, поводом для того, чтобы вынести это в отдельное свойство, которого требуют в произвольной группе. Дальше, что еще, чем еще характеризуется сложение в целых числах? Что есть некоторое специальное число, называемое ноль. Каким свойством замечательным оно обладает? Если я к нему прибавлю любое число, что отрицательное, что положительное, ну и сделаю это в любом порядке, если мы забудем, что числа складываются А плюс Б равно Б плюс А, то нужно посмотреть на порядок такой и другой. Ну, как бы, да, что мы к нулю прибавляем число А, или к числу А прибавляем ноль. И так и так получается все равно исходное число. То есть ноль при сложении ничего не меняет, никаких изменений не делает с тем числом, к которому оно прибавляется. Не осуществляет изменений. И это называется нейтральный элемент группы. Вот он существует, нейтральный элемент группы. Ну и последнее свойство, которым обладает сложение целых чисел, это что для любого целого числа существует противоположное ему. А что значит противоположное ему? Это значит, что оно его нейтрализует. Было минус 4 градуса, мы прибавили 4 градуса, получили ноль градусов. Было 4 градуса, мы прибавили минус 4, или что то же самое, отняли 4. И получился ноль. То есть есть всегда такое число, которое нейтрализует рассматриваемое. оказывается, что вот, собственно говоря, если мы возьмем вот эти три аксиомы, вот эти вот три свойства, и будем их изучать совершенно безотносительно к тому, что такое целые числа и что такое плюс. То есть просто если есть какое-то множество, совершенно произвольное, и, кстати, конечное, бесконечное, совершенно не важно. Какое-то множество. Ж, Г, групп, группа. И можно проделывать с элементами этого множества Ж операцию, так сказать, спаривания. Здесь не должно быть никаких биологических ассоциаций. Это спаривание чисто математическое. То есть если я отсюда взял какие-то два элемента, я их могу спарить друг с другом и могу спарить в любом порядке. Вот такие вот два элемента, они тоже лежат где-то в этой группе. То есть здесь есть какой-то набор у нас. Открываем коробочку, и там лежат какие-то игрушки. Вот, ну, так сказать, чтобы попытаться это представить себе. И мы можем сказать, что будет, если мы одну игрушку спарим со второй. Оказывается, что это какая-то еще здесь игрушка должна быть. Но и в обратном порядке тоже можно всегда спаривать. То есть это вот чисто абстрактное действие, которое всегда должно быть выполнимо. И если я теперь везде вот здесь наверху заменил плюсик на вот эту вот звездочку, то должны быть выполнены вот эти три аксиомы. И мы можем абстрактно изучать теперь вот такую коробку, в которой есть способ спаривания. И многие выводы можно сделать для любых таких коробок. Вот это вот такой как бы чисто математический прием. Мы обнаружили некоторое множество, очень долго радовались, что в этом множестве умеем складывать и умеем вычитать. То есть у нас для каждого элемента есть противоположный, для каждого числа есть противоположный ему. И вот эти свойства вывели. И теперь математика говорит, круто, а если есть вообще какое-то абстрактное множество и тоже какая-то операция спаривания, которая тоже удовлетворяет этим трем свойствам, можем ли мы просто из этого факта что-то извлечь? Оказывается, можно и очень много. Но этим мы займемся сильно позже. А пока мы продолжим изучать именно целые числа, а не какую-то там абстрактную группу.